Чтобы не выходить из постпраздничной депрессии, в нее лучше не входить. Такой совет дают психологи. Это значит, что каждый день необходимо придерживаться обычного режима дня. Тем, кто в рабочие будни встает рано, в праздники не стоит спать до обеда, а потом полночи водорствовать. Не переедать, потому что, как правило, стресс связан еще с тем, что пытаются доесть все салаты, которые нарубили к Новому году и доедают их потом в течение всех 9 дней. То есть продукты, которые там могут уже быть не первой свежести, не второй. То есть с этим связаны в основном стрессы и переутомления. В этом году первый рабочий день осложнился еще и аномальными морозами. Когда за окном минус 30, некоторым выходить из дома совсем не хочется. Но придется. Тяжело после праздников? Первый день на работу сегодня? Да, конечно. Очень холодно еще. Нет депрессии, мы с ней не справляемся. Нормальное, хорошее настроение. Особенно из-за того, что мороз и погода хорошая. А мы и в праздники работали. Легкость, наверное, наоборот. У нас каникулы. Народа много было, поэтому сейчас лучше, легче намного. Поработать пару дней в празднике только на пользу, уверены психологи. Особенно тем, у кого есть вторая половина. Иначе есть вероятность переобщаться. Из-за большого количества свободного времени. Представьте себе, муж общается с женой в течение всего года 15 минут в сутки. И вдруг он начинает общаться с ней 24 часа в сутки. Конечно же, это будет выглядеть как стрессы. Это будет выглядеть как неприятные переживания. И очень часто нарастают межличностные конфликты, которые бывают у людей. То есть, тоже можно подумать, что иногда можно в новогодние праздники немножко уединиться. И помнить, что есть такой риск переобщаться. В первый рабочий день после праздников не стоит взваливать на себя слишком много дел сразу. Лучше входить в ритм постепенно. А еще вспомнить все пережитое в последние дни. И поблагодарить себя и близких за отлично проведенное время. Юлия Серебрякова, Илья Васенин. Столица Нижний. Юлия Серебрякова, Илья Васенин.